Девушки отдыхают Когда его называли городом Света, благодаря отражению в чистейшем озере. В этом выпуске программы «Македонская жизнь» мы познакомимся с городом чуть ближе. Охрид – первая столица македонского государства. Город был основан еще в античные времена, и назывался Лихнидос – город Света. В период римского и византийского владычества Охрид стал важным торговым пунктом. Именно построены римлянами дороги от побережья Адриатического моря к Константинополю, известной как Вия Игнатия. Вия Игнатия – одна из важнейших дорог в Римской империи. И она много дала городу и в плане торговли, и в культурном плане. Здесь не затихала жизнь. Этот городок-жемчужина с населением всего в 60 тысяч – неиссякаемая по потенциалу площадка для раскопок и искусствоведческих изысканий. Команда археолога Бажана Танески представляет одну из недавних находок – римская купальня I век до н.э. Предположительно, принадлежала дому богатой римской семьи. Мы обнаружили здесь целую постройку. Ну, а наша купальня – лишь ее малая часть. Она была украшена великолепной мозаикой, чередованием белых и темных камней. Я был на месте, когда ее обнаружили. Все ликовали – это первый образец римской мозаики, который мы нашли на территории республики. К концу V-начала VI веков город постепенно заселяется славянскими народами. По одному из предположений, название Охрид означает «на гряде», то есть «на горе». В Охриде с 886 года ведет просветительскую деятельность ученик Кирилла и Мефодия – святой Климент Охридский. Святой Климент – покровитель и спаситель города, наш почитаемый святой. Он держит Охрид в ладони, и университет тоже. Речь идет о первом славянском университете, который основал святой Климент. Считается, что именно в Охриде, благодаря усилиям Климента, был создан алфавит кириллица. В университете учились лучшие церковные деятели, лучшие умы. Они потом распространяли славянскую грамотность, культуру вообще по всему Балканскому региону. Ну и в других частях Европы тоже. За века существования Охрид переходил из рук в руки римские, западно-болгарские, византийские, турецкие периоды. Все это нашло отражение в местной архитектуре. Отсюда же неформальное название – Славянский Иерусалим. Огромную значимость города, как православного духовного центра, подтверждает наличие здесь церкви Святой Софии. Святая София оставалась главным собором. Именно здесь отмечались все главные православные праздники. Когда я вхожу в церковь, я чувствую запах времени. Собор Святой Софии сохранил редкие образцы фресковой живописи 11 века. Ряд фресок нуждаются в реставрации. Влада Муковский, специалист по средневековой живописи, показывает и рассказывает. Тогда художники накладывали очень толстый слой штукатурки. Техника была такой – они писали красками прямо по влажному слою. Когда завершаешь реставрацию фрески, испытываешь настоящее вдохновение. Еще один шедевр сохранен. Одним из главных украшений Охлида является чистейшее одноименное озеро. В следующем выпуске программы «Македонская жизнь» мы продолжим знакомство с красотами этой земли, в частности, с каньонскими озерами и пещерами. Мы также побываем на другом озере – Дойрен, и там посмотрим на жизнь местных рыбаков. Редактор субтитров А.Семкин